Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня с вами снова я, Анна, и сегодня мы находимся у меня дома. Вместе сделаем предновогодний обзор икры имитированной, структурированной из магазина Светофор. Много комментариев, отзывов по поводу этой икры, все посмотрим. Но прежде чем начать обзор, конечно, хочу вас поздравить с наступающим Новым Годом. Пожелайте моим постоянным подписчикам, тем, кто меня смотрит, всего самого-самого наилучшего. Несмотря на то, что вокруг нас происходят очень негативные события, каждый из нас формирует свою жизнь, настроение у себя, у своей семьи. Давайте будем, несмотря ни на что, счастливы и здоровы. Первая баночка, которая вызвала больше всего отзывов и комментариев, это вот такая структурированная икра. Масса здесь 120 грамм, появилась она в ассортименте Светофора совсем недавно. Баночка-ключ. Стоимость такой баночки 134,52. Одна из подписчиц мне написала, что ее муж подумал, что это акция на обыкновенную икру и приобрел эту икру. Многие мне писали, что структурированная икра, это та же натуральная икра, только немножко поврежденные икринки, их как-то восстановили. В общем, получилась вот такая икра. Но Россельхознадзор говорит нам, что структурированная икра это не натуральный продукт. Он делается действительно из поврежденной икры, которая перемалывается в такую общую массу и с помощью пищевых добавок формируются шарики икры. И давайте зачитаем состав действительно. Здесь лососевая икорная, масса, о которой я и говорила, а именно икра зернистая семейства лососевых, вода, соль поваренная пищевая, загустители, альгинат натрия, сахар белый кристаллический, загустители еще 2 штуки Е466 и Е412, уплотнители, жир пищевой из лососевых рыб, ароматизатор рыба, антиокислитель, лимонная кислота. Консерванс арбат калия, бензоат натрия, краситель кармин, экстракт паприка, каротин, Е110, Е124 и содержит красители, которые могут оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей. Так что назвать структурированную икру все-таки натуральной можно с натяжкой. Производитель этого продукта, полезные продукты Южный регион, Краснодарский край и условия хранения также указаны. Меня просят показывать срок изготовления. Посмотрите, здесь 06.12.2022 года. То есть икра, вот эта структурированная, ее только приготовили и сразу отправили на полочку светофора. Давайте поближе посмотрим консистенцию этой икры. Когда я вскрыла банку, то сразу пошел запах несвойственной натуральной икре. И посмотрите, если присмотреться, то эта икра действительно похожа на маленькие желатиновые шарики. Хотя вот так в банке и не сказать, что икра не натуральная, а структурированная. На мой взгляд, лучше всего, вкуснее всего икра идет на бутербродики, намазанным тонким слоем масла. И видите, икриночки как-то не совсем натурально прилипают друг к другу. Попробовала я половинку этого бутерброда и сразу могу сказать, что, конечно, это по вкусу абсолютно не натуральная икра. Она больше все-таки похожа на икру имитацию, имитированную икру, потому что чувствуется вот этот желирующий компонент, который делает икринку плотной. У натуральных икринок все-таки идет разрыв оболочки. Здесь такого нет, шарик цельный. В общем, структурированная икра, как по мне, на мой вкус, все-таки меньше похожа на натуральную, чем на имитированную. Но вкус приятный, хотя ароматизаторы, всякие красители и химический состав, он чувствуется. Икра имитированная фишмен давно представлена в ассортименте светофора. С ароматом копчения идет эта икра. Здесь 240 грамм. И, внимание, цена здесь уже совсем бюджетная. 71,69 грамм. По составу здесь на первом месте идет натуральный рыбный бульон из филе горбуши. Этим, собственно, сказано все. Если в предыдущей икре икорная масса, то здесь бульон, соль, экстракт бурых водорослей и так далее. Очень много ешек. То есть состав более впечатляющий, чем у икры структурированной. Производит этот продукт компания Европром город Санкт-Петербург. И давайте на даты тоже посмотрим. Здесь строк хранения, кстати, небольшой. 6 месяцев. А произведена она 0,8, 12, 22. Даже более свежая, чем структурированная. Икра имитация. Здесь идет икринка к икринке. Нету влаги абсолютно. Каждая икриночка сухая. И представляет собой такой упругий шарик. Видите, на ноже остается совсем мало влаги. В отличие от предыдущей икры. И напоминает она икру форели по размеру. То есть икринки маленькие. Не как у горбуши, тем более не как у киты. То есть такая икра форели на бутерброде. И повторюсь, икринки очень сухие. Никакой дополнительной слизи здесь и жидкости нет. Вот эта икра имитация мне понравилась гораздо больше, чем структурированная икра. Могу вам честно сказать. У нее ненавязчивый вкус. Очень, я бы сказала, даже нежный. Вот это количество ароматизаторов и ешек, оно не бросается сразу. Вы не обращайте на это внимания. Потому что она нежная сама по себе. Когда вы пробуете структурированную икру, там сразу чувствуется, что производитель добавил много всего. Много пищевых добавок. Здесь этого ощущения нет. Шарики приятные. Не слишком упругие. Легко она естся, скажем так. В общем, вот эта икра имитация мне понравилась. Если вы не хотите ее намазывать на бутерброд, то можно ее, например, использовать как украшение каких-то блюд. Я видела, что икрой украшают яйца, например, вареные как-то делают сверху. Или салаты. В общем, вполне достойная икра. Последний вид икры, который я вам хочу показать, это натуральная икра. В моем случае это икра киты. Покупала ее две недели назад. Стоимость в моем случае была 2200 за 500 грамм. То есть за килограмм идет 4400, 100 грамм 440 рублей. Для хорошей икры это сегодня, я считаю, хорошая цена. Потому что, например, в магазине пятерочка, я уже не раз говорила, 75 граммов, маленькая железная баночка стоит 399 рублей. И обычно в железных баночках икра не очень хорошего качества. Лучше найти какого-то проверенного поставщика. И здесь вот на бутерброде видно, что на самом деле у меня два вида икры. Это горбуша, скорее всего, и кита. И чем отличается натуральная икринка от имитированной и структурированной? Посмотрите, вот здесь хорошо видно. Внутри икринки есть полость воздушная. То есть как бы оболочка заполнена не полностью. Структурированная икра имитированная, это просто шарик из какой-то массы. И там никакого воздушного зазора нет. Где-то икринки, например, промятые, потому что у них есть оболочка. И когда вы такую икру кусаете, то вы четко чувствуете оболочку и внутреннее заполнение этой оболочки. Вот я выложила три вида икры. Первое это имитация. Здесь сразу видно, что упругие шарики, мало жидкости и в шариках нет воздушного пространства. Икра структурированная, второй вид образца. Уж слишком они друг к другу прилипают, икринки. И тоже очень похожи на желированные такие шарики, мармеладные я бы даже назвала. Ну и третий вид икры, натуральная икра. Здесь видно, что оболочка кое-где проминается. Воздушный просвет есть внутри. В общем, примерно так отличаются натурально имитированная и структурированная икра друг от друга. Ну а на этом, уважаемые подписчики, я хочу попрощаться с вами в этом году. То в следующем году обязательно будем отделать обзоры из магазина «Светофор», «Маяк», «Доброцен», может быть и до «Фикс Прайса» доберемся. Желаю вам всего только самого наилучшего, здоровья, счастья, здоровья вам и вашим близким, что сейчас очень-очень важно. Ну и вообще, чтобы вы чувствовали такую гармонию внутри себя, несмотря на то, что происходит вокруг. До свидания, до новых встреч и хорошо вам встретить этот Новый год. Пока-пока!